Накануне всесверти по собачьим следам была мгновенно раскрыта магазинная кража, которая вполне может считаться самой мимимишной из магазинных краж. Персонал этой лавки вовремя заметил, что к ним ко всем пришла белочка. В принципе, после новых годов это вполне объяснимо, но этот друг человека повел себя не типично, а криминально. Здоровенный белый пушистик взял на белый клык пару домашних тапочек, выставленных на продажу, и спокойно деловито проследовал с ними мимо кассы к двери на выход, она же дверь на вход. И вот так под носом домашних тапочек к ногам зашедшего с улицы хозяина некоторые учат приветствовать себя своих домашних собак. И с этой собачкой, похоже, как раз сработал приобретенный условный рефлекс, увидела тапочки, взяла и понесла их к двери. Тем более, что и подкрепление правильности своих действий она тут же получила. Одна из продавщиц, слегка удивившись, подошла к ней и взяла у нее эти тапки, что и требовалось, собственно. Белочка радостно замахала хвостом и потянулась за новой хозяйкой. Персонал воровку, между тем, выгонять не стал, но взял на карандаш и несколько дней подряд наблюдал, как эта белочка приходит и тусуется в магазине почти до закрытия. Люди поняли, что кто-то ее выставил из дома. В итоге зоозащитники забрали приблуду в приют. Оказалось, что это годовалая самочка, беременная, между прочим. На объявление о находке с фотографией и описанием никто так и не откликнулся, и зоозащитники сами взялись за устройство личной жизни белочки, которые стали звать еще и Беллой и Белугой для разнообразия. Милейшее животное, обожающее людей и животных, кроме кошек. Освободили от паразитов, грумер навел ей прическу, провели стерилизацию, и теперь это невеста на выдании. Ей ищут новую семью. Думается, с такой красотой и неистребимым умением приносить хозяину тапочки в невестах Белочка, она же Белла, она же Белуга, долго не засидится.